подружки доброе утро ну доброе утро у нас тут завтрак скажи привет привет здесь у нас творог без сахара с изюмом омлет авокадо ну приступай друг ну а наш с Роман завтрак выглядит так как обычно еще для вам будет сопровождаться большой чашкой горячего кофе для малышей водичка ну и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 может быть какие-то новые рекомендации логопед проведет диагностику ребенку посмотрит на каком этапе и как логопеду кажется куда нам нужно двигаться и как лучше двигаться подходит ли онлайн формат не подходит ли онлайн формат по возрасту не по возрасту в общем будем смотреть что специалист нам скажет вам занятия конечно же покажу также в описании видеоролика я оставлю ссылку новатор мне предоставил промокод мать перри мать и если вы пройдете по моей ссылке в описании этого видеоролика то вы сможете у нас очень хорошей скидкой тоже записаться на пробное занятие с логопедом вместе с диагностикой ребенка и мне кажется это очень очень круто и что очень заманчиво то гарантия результата постановка звука за 46 занятий потом я позанимаюсь сама с грантиком поскольку мы из грантом начали заниматься чтобы предупредить потенциальные проблемы запуском речи да и в принципе в развитии ребенка и еще что еще у меня мега задача в жизни моей наступили утренники поделки и вот это вот все детсадовское добро и так как у нас во вторник намечается утренник на тему осени и чего-то там то мальчики должны быть наряжены в костюм гриба а девочки должны быть наряжены в костюм рябинки девочек у нас здесь нет его есть мальчики поэтому нам быть грибами доставка озона меня под это подвела и в последний момент они сказали извините гриб гриб вам вовремя мы не доставим и я уже обзвонила весь санкт-петербург просто весь все возможные интернет-магазинами интернет-магазина нигде нет возможности поехать купить шапку гриба поэтому мне придется чего-то думать самой в леонардо и прочие магазины мне времени поехать нет чтобы уже купить там какие-то вот эти вот штуки а я мать криворучка в принципе поэтому мы будем с вами использовать то что у меня дома есть я возьму какую-нибудь свою шапку а к ней пришью грибочки у нас их в доме количество большое ну и в общем будем с вами рукодельничать сегодня вообще не моя история но короче будете будете в общем меня поддерживать отправлять мне свои вот эти вот лучи поделок энергию успеха поделок и я короче я вообще не представляю как это сделать а еще у нас в детской комнате появилась кухня это более радостная новость его покажу всякие классные штуки новые которые у нас вот появились и с которыми мы играем ежедневно с огромным огромным удовольствием оказалось что мой ребенок фанат готовки и он обожает там готовить кофе обожает готовить яичницу варить парить шпарить и в общем в нашей кухне он там каждый день занимается у нас там очень много всего интересного и очень круто также мы отрабатываем слова закрепляем слова вот какой такой деятельности взаимодействия ролевой игры так что буду вам показывать вот это более приятная такая история сегодняшнего моего дня а потом будем сочинять шапку гриба привет привет я зовут вика а тебя зовут рэм да как тебе рэм рэм хорошо а сколько тебе лет 4 сколько тебе годиков 3 3 а я думала 4 ты такой большой вот такая есть интересная игра мы с тобой можем отправиться в игрушечное морское путешествие давай в путешествие давай давай сейчас вика покажет и вот наша лодка в замочках откроем откроем давай сначала откроем серый замочек а для того чтобы серый замок открыть мы сделаем щетки большие-большие вот так давай делай так молодец огромный огромный как у хомяка толстого молодец а теперь давай сделай маленький маленький как будто сок из трубочки пьем вот так молодец ты умничка как ты все хорошо делаешь ты молодец да все замок этот убрали теперь сделаем другой замок мы друг другу покажем вот такие зубки ой как ты показываешь ты молодец умничка да а теперь мы с тобой просто сделаем язычки широкие-широкие как будто это блины ой блины как будто мама вкусные приготовила давай все ой какой блин вкусный у тебя получился хорошо так зеленый замок мы сделаем язычок как у хитрой змейки вот такой острый ага хорошо отлично так и этот замок мы открыли а теперь мы сделаем язычком качельки будем делать его вверх вниз вверх вниз вот он и другим мальчик опускает туда сюда 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 молодец молодец умничка сюда это это Даня она едет с горки это Даня у него ведро да молодец это Вася он катает машинку са са ва сова хорошо а у совы в руках ноты ба у дыри ляки ой молодец давай попробуем сделать вот так как коза ой хорошо а сделай так молодец сделай так умничка а попробуем сделать вот так Ой, класс! А вот так? Ой, как красиво! Сделай так, так! Мой умничка! Сделай так, так! Браво, супер! Сделай так, так! Молодец, отлично! Теперь давай сложное сделаем! Сделай так, так, так! Умничка, молодец! Мама! Мама! Супер! Папа! Отлично! Ваза! Я-я! Хорошо, супер! Хата! Хата! Молодец, умничка! А еще скажу деда! Деда! Молодец! Ты отлично делаешь! Ты мне все говоришь пока, ладненько! Давай, тогда только скажи Вика! Папка! 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 Так, красиво, красиво сказал! Ну иди, зайчик, отдыхай! Иди, отдыхай! Все, беги! Сейчас Вика с мамой поговорит, а ты иди отдыхай! Да, смотрите, то, что сейчас я вижу, руковую сторону, я считаю, тут смотреть бесполезно, потому что это не приоритет в работе логопеда конкретно в этом случае. Что именно не приоритет? Произношение, слогопроизношение. То есть, как вам выговаривают конкретные звуки сложные? С, ш, л, р, р. Да, я уже разговариваю. Да, основное, что сейчас брать на работу, естественно, это его произношение, построение слоговой структуры каждого слова. Вы, наверное, знаете, что наши слова, они подразделяются все по уровню сложности. И есть слова самые простые из двух открытых слогов. Мама, папа, баба, деда, каша, хата, небо. И есть уже сложные слова, где идут стечения согласных, которые сложно произнести. На данный момент тут есть трудности в самой первой ступени. То есть, это два открытых слога. И на более низком уровне это изолированное произношение звуков и определенных слогов. Поэтому здесь в любом случае нужно брать коррекцию слоговой структуры. Очень хорошо помогает, если идет сопряжение именно с визуальной подсказкой. Когда мы каждую слогу определяем какое-то значение. То есть, В и слоги со звуком В. У нас В, В, М, Х и так далее. Тогда детям легче построить свое слово, когда у них не просто на слуху есть это прогнозирование. То есть, это же сложный процесс. Это нужно спрогнозировать всю моторику в языке. Как будет у нас строиться глупый язык. Это нужно заранее спланировать. И воспроизвести этот ряд из каких-то физических движений. Если все это обобщить, то работу с ним в любом случае нужно вести комплексную и с подключением разных специалистов. И отлично, что вы еще с ним и психологом занимаетесь, это очень-очень полезно какого случая. Да, мы работаем, правда, по всем фронтам. Потому что проблему мы видим. Плюс ко всему у нас еще билингвальная семья. То есть, у него есть общение и на латышском, на английском, на русском. Сейчас, конечно же, когда вот ребенок растет, и мы понимаем, что у него такие сложности, мы отключили все остальные языки и концентрируемся на одном языке. Просто, чтобы ребенку было легче идти. Но я понимаю, что как бы и латышский, и английский у него есть, он понимает. То есть, когда с ним разговаривают, либо на английском, либо на латышском, он понимает все. Но, тем не менее, мы вот максимально оставляем только один язык, чтобы ему просто помочь. Ну и, конечно же, все остальные наши занятия. Вот мне было очень интересно сегодня с вами провести диагностику, послушать второе мнение логопеда, что вы заметите, какие вы рекомендации нам дадите. Может быть, из того, что вы увидели. Мне очень интересно по поводу онлайн-занятий. Как вы считаете, ему лучше онлайн или очное? Конечно, тут очные занятия. Онлайн можно подключать, если это делать дополнительно, чтобы его немножко разгрузить, чтобы его научить работать с разными людьми, с разными взрослыми, сотрудничать. Но это только, если дополнительно, если там у вас еще есть дополнительное время и силы, так как в любом случае не получится так, чтобы его посадить на 40 минут и уйти. Это в любом случае должна сидеть мама, которая будет руками человека из экрана. Поэтому очные занятия лучше, так как даже понимание речи, эти предлоги, какие бы мы картинки не показывали красивые, но когда, например, лежит реальная фигурка, реальная коробочка, которую можно взять, положить вверх, положить в под, положить около, положить между, сбегать с ножками и отнести на стол, на подоконник, под стол. Это намного эффективнее. Какие у вас еще, может быть, к нам рекомендации? Что вы еще заметили? Ну, вот такие практические, что, скажем, что мы еще можем сделать? Если логопед занимается с ним без подключения визуальной поддержки, вот эти жесты, эти жесты из территории речи, они очень сильно помогают. Раньше я занималась в основном с детьми с аутизмом, и с ними мы прям вообще практически за счет них выплывали. Сейчас я поняла, что эти жесты помогают и обычным, нормотипичным детям, потому что, когда ребенок получает информацию из разных источников, ему все дается легче, и прогресс достигается намного быстрее. Вот, поэтому можно активнее с ним работать, жестами, так как здесь не только это какая-то подсказка, но здесь еще и когда он повторяет, это имитация и движения его собственные, тут тоже мозгу намного проще, когда речь плюс жест. Спасибо вам за занятия, за ваш анализ. И, в общем, будем, да, будем учитывать все ваши рекомендации и очень надеюсь, что еще встретимся с вами. Я думаю, что, ну, по крайней мере, как мне показалось, знаю своего ребенка, ему занятие понравилось, поэтому я думаю, что он будет рад дополнительно и плюс отчеством нашим занятиям с вами позаниматься. Хорошо. И еще вот последний супер-хит среди моих учеников. Есть игра, может быть, у вас есть с вами PlayStation? Нет. Может, у вас нет, не игроки? В общем, есть игра Just Dance, где герои танцуют, и дети за ними повторяют. А, да, это нет. Все детей просто это хит. И особенно, когда включается макарена, помните наш любимый макарену, где мы рука, рука, плечо, плечо, где именно идет переключение, где именно идет там через среднюю линию тела, движение. Можете просто всей семьей танцевать по вечерам макарену. Ну, это можно на Ютубе включить, правильно? Что? Это можно и на Ютубе включить, правильно? Конечно, конечно, да. Просто если это еще будет делать вся семья, если ребенок видит, что взрослые тоже делают, они тоже стараются, и у них может не получаться, а потом у них получаться, то это для ребенка дает дополнительную мотивацию, что не он один тут трудится, а вся семья старается и достигает чего-то. Ой, ну супер, спасибо, да, очень хорошо. Угадаем убрать за работу. Договорились, хорошо. Так, все, желаю хорошего дня, до свидания. Все, Ольга, спасибо вам огромное, до свидания. Ну что, подружки, пишите в комментариях, как вам наше занятие. Что я для себя отметила? Мне очень-очень понравился специалист, и очень здорово, что даже в онлайн-формате, когда неочная встреча, специалист очень круто установил контакт с ребенком, очень здорово держит внимание ребенка, и все занятие прошло практически без каких-либо там серьезных каких-то возражений ребенка или потери внимания ребенка. Это очень-очень здорово. Все там задачи, каждая деятельность, она была абсолютно целенаправленной. Очень хорошо специалист давал инструкцию, ребенок эту инструкцию понимал, выполнял, и даже если в какие-то моменты там ребенок не совсем понимал, что нужно сделать или что нужно выполнить, то все равно специалист как бы, ну, ребенка направлял в то или иное русло, и все занятие шло очень плавно, очень динамично, эффективно, и мне кажется, очень здорово. По крайней мере, я была впечатлена тем, что Рэм очень много слов произносила время этого занятия, и, собственно, специалист мог провести эту диагностику. Здорово, что были такие очень практичные, классные рекомендации со стороны логопеда. Первое, что Рэму три с половиной года, и лучше нам вернуться к онлайн занятиям, когда ему исполнится четыре, потому что все-таки с четырех лет уже лучше работать с постановкой звуков, поскольку до этого возраста эти звуки сами по себе могут у человека появиться, особенно если мы занимаемся очно. И учитывая особенности Рэма, его способность концентрироваться, его способность понимать обращенную речь и так далее, для него все-таки специалист сказала, что лучше пока очные занятия. Круто, что школа уверена в своих специалистах и правда очень серьезно отбирает этих специалистов настолько, что дает гарантию, если в работе не будет никакого развития, то в принципе школа готова вернуть родителям деньги и делает акцент на том, что мы работаем с ребенком на результат, мы гарантируем этот результат. И если мы понимаем, что, скажем так, работа в данный момент не нужна, как, например, до четырех лет, то мы так и будем говорить, что так, приходите лучше в четыре, до этого времени занимайтесь так, так или так. В общем, в результате занятие нам очень понравилось, диагностика была достаточно полезной, мы будем продолжать наши очные занятия с ребенком дома, ну а уже к четырем годам подключим также и онлайн-формат. Для вас, подружки, у кого постарше дети или кто просто хочет провести диагностику, в описании этого видеоролика я оставляю ссылку, активную ссылку в онлайн-центр «Новатор». Пройдя по этой ссылке и введя мой промоход «Мать-перемать», вы получите очень хорошую скидку на первое пробное занятие и первую диагностику специалиста. Ну а дальше сами смотрите, что в школе интересно, какие занятия вам больше подойдут, консультируйтесь со специалистами, и я уверена, что вы для себя выберете наилучший вариант для того, чтобы развивать и запустить речь вашего ребенка. Ну вот, подруги, смотрите, какая у нас тут кухня. Сама кухня, конечно же, вот эта часть. Кухню мы заказывали от компании «Киткрафт». Сразу скажу, не дешевая, но учитывая, что это кухня, она встала в детскую комнату и с ней играют двое малышей, я все-таки предпочитаю по качественнее и подороже. На самом деле, когда я сама собирала эту кухню, вот прям по деталям, по деталям, я поняла, почему все-таки она, ну, скажем так, дороже всех остальных, пластиковых и прочих, потому что вот все элементы, которые в этой кухне есть, они прям, ну, будь здоров, очень хорошо сделаны. Кухня очень стабильная, крепкая, ее даже можно прикрепить к стене, чтобы она, не дай боже, не опрокинулась и так далее. В связи с тем, что она деревянная, конечно же, здесь нету никаких там супер световых и звуковых эффектов, здесь она вот прям такая, знаете, крутишь сам, звуки есть, но они такие вот прям натуральные-натуральные. Вспомогательным таким элементом здесь оказалась наша икеевская тумбочка, на нее я поставила здесь у нас вот такие вот чудные тарелочки с фруктами, овощами, а тут еще наши деревянные игрушки от Федорки, которые мы тоже используем ежедневные в наших занятиях, играх, знаете, вот сегодня с Грантиком мы занимались при помощи вот этих чашечек, которые можно и башни построить и так далее. В общем, это все под рукой всегда и здесь стоит, и ежедневно это все используется. В принципе, большая часть тарелочек и вот этих игровых продуктов, они у нас из дерева. Есть и пластмассовые, но в основном деревянные. Потом здесь, значит, у нас зона плиты, здесь на крючках у нас висит дощечка. Так, потом тут какие-то тоже ложечки и лопаточки. В общем, две конфорки. И здесь внутри у нас вот что, чайник. Это уже из пластика. Потом кастрюлька, также сковорода. И еще одна кастрюля вот такая вот. И здесь история немного другая. Здесь есть вот такая вот штука. Тоже дополнительная конфорка. Но на самом деле ее я взяла только исключительно из-за посуды, поскольку она такая вот беленькая и как бы хорошо на кухню нашу встает. Но судя здесь в том, что ребенок может эту конфорку также включить. И тут уже есть звуки всякие разные. То есть нажимаешь на кнопку и выбираешь. Либо ты хочешь там, чтобы у тебя вода, значит, кипятилась либо сковорода, сковородку сюда. Выставляешь звуки. Конечно, так себе не очень. Но самое прикольное, это вот в этой крышке. Да, ребенок, например, как мой, обожает зумов. Вот такой вот истории. Он тут у нас любит жарить яичницы. То есть здесь у нас так, это уже разделились яйца. То есть он их разделяет сюда, кладет свои яйца. Вот на сковороду отправляется наша яичница. Мы закрываем крышкой. И вот происходит вот такое. Тут у нас все жарится, шпарится и выходит пар. Ребенок прям готовит, готовит. Потом здесь также есть макарошки, которые вот тоже ребенок варит. В общем, их тут побольше просто. Они у меня в этом ведерке чуть-чуть взяла, чтобы вам показать. Так, потом, ну здесь, значит, мы складываем в шкафчике все необходимое. Тут он знает, что здесь у него яйца лежат. Это потому что у нас холодильник. И здесь у нас вот тоже разделочные досочки, какие-то мисочки. Здесь тоже вот в комплекте с кастрюлями были также всякие разные инструменты. Потом чашечки и тарелка. И вот здесь у нас вот такая вот прекрасная деревянная коробочка, в которой есть у нас вот фрукты, которые ножиком деревянным можно разрезать. И вот мы с Рэмом тут все время играем. Вот у нас есть разные ножи. И вот он прекрасно вот так вот их разделяет. Они прикольные на липучках. И, в общем, классно можно ребенку предлагать, разрезать фрукты, овощи и прочие продукты для готовки. И тогда он там салатик готовит и так далее. Здесь дальше у нас сыр, сосиски и курица, которые тоже можно готовить. Тут мойка, в которой мы моем руки и продукты, и посуду. И, собственно, здесь две полки, в которые у нас разметились наши паильники. Верхняя полка это Рэма паильники, нижняя это Гранта паильник. Ну и, в общем, вот такая вот красота. И здесь у нас еще вот хлебушек тоже, по этому принципу, разрезается. И вот тут вот самые красивые такие тоже фруктики, овощи, арбузики, лимоны, листочки. Ну вот, очень красиво. И вот здесь у нас всякие разные тоже штучки, которые дети используют в готовке. Тут тоже хлебушек можно разрезать, тостерный. Ну вот такая вот история. По-моему, еще нам приедет посуда деревянная. То есть там будут такие мисочки, в которые можно будет помещать вот всю эту красоту. Они просто побольше, поскольку это все дело разбрасывается. И понятное дело, что вот так красиво все стоит только тогда, когда мама здесь играет. И вам снимают, и показывают. А когда дети играют, то понятное дело, Рэма старается очень аккуратно тут как бы заниматься. Но Грант привносит свой вклад. И, собственно, на Озе тут бардак. Будь здоров. Ну а в общем, мне кажется, покупка очень крутая. Очень классная кухня. И нам она прям зашла прекрасно. Еще две супер-классные истории, которые у нас появились для ролевых игр. Это кассовый аппарат, который тоже включается. Так, я ее выключу, потому что она там очень сильно разговаривает. В общем, заказывала на Озоне, но это штуковно говорит на английском языке. Не знаю почему, не на русском, но в целом-то как бы ей пофиг, потому что, ну, самое важное, это просто играть и взаимодействовать. Как-то в целом-то понятно, что делать надо. Здесь деньги и бумажные, и копеечки. Также есть карточки, которые, собственно, вот так вот проводятся здесь или вставляются здесь. Здесь корзинка с продуктами. И вот здесь вот специальное место для сканера. Нажимается. Ну, в общем, сканер прикладывается к продукту и сканируется. Ну-ка, сейчас одной рукой попробую просканировать. Тринкс. Вот, одна водичка, да, мы взяли одну водичку. Ну, и, собственно, так. Ну, и потом эту всю красоту карточкой оплачиваешь. Ну, и, собственно, там предлагают еще там что-то просканировать, какие-то еще ввести количество и так далее, и так далее. В общем, такая красота. И потом, подруги, вот такая вот красота у нас еще. Это кафе. Рэм над этой штукой тоже дико зависает. Я просто в полном восторге от качества, от выполнения и, в принципе, от всего, что здесь есть. Здесь есть своя касса. Включается отдельно и касса, и сам кофейный аппарат. Здесь, в этой рожковой кофемашине, есть все необходимое для приготовления кофе. Сюда заливается вода, значит, кофейные стаканчики у нас. Такая вот штучка специальная для разливания водички. И включаешь. И, в общем, начинается приготовление кофе. В общем, история понятна. Выключу. Потом здесь у нас кафе. Тут всякие разные вкусняшки, которые можно также придавать. Ну, и кассовый аппарат. И тут тоже. Нажимаешь, выбираешь, оплачиваешь. Ну, в общем, вот такая вот красота. Ну, и мне кажется, что для деток вместе с этой кухней все это прям очень даже прикольно. Папа, конечно, мне сказал, ну, как-то очень все классно, но что-то они по-мужски. Я говорю, ну, у тебя есть прекрасная возможность купить им стенд с инструментами, с этими всякими отвертками, молотками и прочими топорами. Вот, пожалуйста, занимайтесь мужскими. А вот у нас здесь вот так вот еда, готовка и кафе. Эти ссылки оставлять не буду, потому что, правда, очень много вариантов и на Азоне и Яндекс.Маркете. Просто забивайте там игровой набор, кухня, посуда, там, кассовый аппарат и так далее. И там вы увидите все эти варианты. Они разных цветов, разных компаний, но по внешнему виду поймете, который наш. И в целом, если будете выбирать, ну, по крайней мере, вот этих штук обзор вы имеете и сможете понять, как это все дело работает. Ну, понятное дело, что и прочие всякие разные поменьше кухоньки есть и по значительно более низким ценам, вот, и пластиковые. Но пластиковые вот такого типа мне не понравились, потому что они очень низенькие. Если вот эта кухня в общей сложите метр, и для трехлетнего ребенка вот прям то, что надо, то те очень-очень низкие, сама кухня вот полный, ее размер, высота 60 см максимум. То есть ребенок должен на коленках стоять, чтобы играть. А в этом случае он стоит вот прям в полный рост и прикольно, может здесь играть и очень удобно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Смотри, какие штучки. Давай будем строить башню высокую. Стой! А теперь можно бах! Давай! Бах! 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 Разлетелась! Бах! 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 Теперь сам построй. Пах, пах. Давай эту сюда. Эту сюда. Оп. Оп. Ой-ой-ой. Ба-а-а. Упала. Смотри, что у нас есть. Яблочко. Где яблочко? Где яблочко? Тут нет. Тут есть. Тут нет. Тут есть. Где яблочко? Яблочко нашел. Какой ты молодец. Яблочко. Оп. 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 Половинки. Ой, никак. Ну-ка давай. Ой, какой молодец. Получилось. Разделить на половинки. А яблочко. Оп. Оп. Держи. Ой-ой-ой. Не получается. Ну попробуй еще раз. Ты же у меня сильный. Помогу. Вот так вот. Покрути ручками. Вот так вот. Чик-чик-чик. Опа. Оп. Ну-ка еще разочек. Опа. Молодец. Ты молодец. А тут смотри. А тут смотри. Киви. Оп. 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 Ну-ка. Мабочка давай. Опа. Молодец. Разделил на две половинки. Оп. Смотри. Оп. Оп. Держи. Ой, какой я сильный. Ой, вот так получилось. Молодец. Ой, какой молодец. Смотри, как получилось. Карточки у нас красивые здесь. Кто это? Это киса. Киса говорит. Мяу. Мяу. Киса говорит. Мяу. Так, руками уничтожай. Мышка. Мышка говорит. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Мышка. Пчела. З-з-з-з. З-з-з. 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 Пчела. Кто у нас тут с тобой еще? О, осьвинка. Как говорит? О. 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 Хрю-хрю. Хрю-хрю. Свинка говорит. Хрю-хрю. Хрю-хрю. Говорит свинка. Ночек у нее такой круглый-круглый. И говорит. Хрю-хрю. Да. А, вот у нас кто? Киса. Мяу. Пчелка. З-з-з. Мышка. Пи-пи-пи-пи-пи. И свинка. Хрю-хрю. Хрю-хрю. Киса. Мяу. Киса. Мяу. Киса. Мяу. Киса. Мяу. Киса. Мяу. Киса. Мяу. Мяу. Киса. Ой, пролежу у всех кис. Погоди, погоди, погоди. Сейчас построим башню и будешь разрушать. Мяу. Еще одна киса. Говорит. Мяу. И самая маленькая киса. Как она читала-то? Самая маленькая киса. Что она говорит тут? Мяу. Держи. Сейчас кисы идут к тебе. Идут, идут, идут. Мяу. Ой, куда пойдешь? Ой, ты тоже большой и высокий. Большой и высокий. Ты как башня. Мяу. Кисина башня. Ну-ка, башню разрушать будешь? Давай разрушай. Киса, мяу. Бах. Давай ручкой. Бах. Бах. Кисы. Доник. Бах. Смотри, какие кисы классные. Ой, котик. Вот так, котик. Давай, смотри, какие кисы. Шшш. Бах. Кто говорит? Бах. 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 Ой, бах, бах, бах. Смотри, какие кисы. Мяу, мяу. Мяу, мяу. Бах ручкой. Давай так. Бах. Опа. Ура. Кисы, бах. Развалил всю башню. Все, кисы все побежали домой. Мяу, 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 мяу. Убежала киса. Мяу, 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 мяу. Убежала киса. Мяу, 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 мяу. Киса, пока. Мяу, мяу, мяу. Киса, пока. Мяу, 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 мяу. Пока. 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 Еще одна киса. Вот она киса. Пока. Давай кису. Давай кису. Давай ручкой. Давай кису. Скажи киса пока. Бах. Давай ручкой. Бах. Бах. Киса пока. Ну что, пора гулять? Давай пойдем гулять. Так, подружки. Ну вот, мать рукодельница. Я взяла обычную шапку. Использую здесь вот такие травушки. Это горшочек, который еще в Икее приобретался давным-давно. И от Федорки вот такие грибочки, которые у нас, помните, в таком большом грибе. Нанизываются они обычно на вот такую веревочку, собственно, для игры. А я в этом случае буду их пришивать к этой шапке. Ну и попробую составить каким-то логическим способом здесь вот такой декорчик. Есть у меня еще такие вот листочки от таких вот младенческих игрушек детей. Но мне кажется, они сюда не подойдут. Поэтому их использовать, скорее всего, не буду. Но попытаюсь как-то вот так вот. Музыка. 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 И вот, подруги, такая шапка гриба у меня получилась. Я, в общем, думаю, что нужно уже остановиться и более ничего здесь не добавлять. Смотрите, как все круто срослось. Эти отверстия в грибочках, они прям идеальны для каждой травинки. Поэтому в каждый грибок я сюда поместила еще травушку. Но остановиться, предполагаю, желательно именно из-за того, что эта шапка все-таки, ну, как бы не самая тоненькая на свете, чтобы ребенку не было уж сильно жарко. И также нужно учесть вес этой шапочки, которая прибавляется с каждым элементом и каждой деталью. Поэтому я все-таки остановилась и думаю, так будет прям идеально. И так как шапка по размеру, очевидно, ребенку будет велика, сзади я пришью две резиночки, которые можно будет изнутри подтянуть и таким образом эту шапку на голове зафиксировать. Ну, в общем, как-то так. Так, не знаю, что получится и будет ли, ну, дельно и классно по итогу на голове ребенка, но старалась как могла. Будет у меня такой неординарный гриб. Ну, что делать, не доставили мне стандартный вариант, он будет у нас оригинальный. Фотку потом ждите. Обязательно вам покажу, как у нас вышло. Ну, и наверняка в садике тоже они там поснимают. Так что держите за нас кулаки. Ладно, подруги, на этом сегодня все. Много всего уже как бы мы тут понаделали, поэтому буду с вами прощаться. Увидимся с вами в следующем нашем видеоролике. Все, подруги, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok